Как думаете, Владимир Зеленский пойдет на второй срок? Это будет зависеть от того, когда и как закончится война. Вот я скажу так. Я на его месте не шел бы. Но это... Я объясню, почему не шел бы. Мало того, по двум причинам. Первое, он сказал, что идет только на один срок, когда избирался в президенты. И второе, он прекрасный президент воюющей страны. Прекрасный. Он на своем месте, и я даже не представляю, кто мог бы выполнять этот каторжный объем работы на месте Зеленского так, как делает это Зеленский. Это говорю вам я, человек, который критиковал его до войны много из-за дела. И я не отказываюсь ни одного слова критики, которые я говорил в его адрес. Но я справедливый человек. И я еще раз повторю, он прекрасный президент военного времени. После войны будет время еще тяжелее, чем военное. И я бы на его месте, понимая, что не удастся сохранить такой имидж, ему будет тяжелое время. Я бы ушел на взлете. Я бы выиграл войну, по возможности, конечно, и сказал, я президент, который вместе с моим народом выиграл войну, ухожу. А теперь я поживу для себя. Ну, тогда герой на всю жизнь. Вот я бы сделал так. Но я не он, а он не я. Поэтому у него есть своя голова на плечах. У него есть люди, которым он доверяет, которые ему что-то советуют. И он примет решение. И украинцы примут решение, будут за него голосовать или не будут. Но все это впереди. Потом. Сегодня надо выиграть войну, победить этих подонков. И поэтому я вообще не думаю о каких-то предстоящих выборах, о том, кто куда пойдет. Это так рано, так преждевременно, так разрушительно даже. Дмитрий, передайте привет бойцу ВСУ, погибшему пробежало. Что будет, если вы проиграете войну? Мы не проиграем войну. Даже не надеетесь. Те, кто это пишет, не надеетесь. Мы не проиграем войну. Это исключено. Никогда еще. Никогда. Несправедливость не побеждала справедливость. Вранье не побеждало правду. И самое главное, будущее никогда не проигрывало прошлому. Поэтому я не сомневаюсь, что будет все прекрасно. 14 289 зрителей. Мы подходим, скоро мы начнем обсуждать удары по Кремлю и то, что за этим последует. Сколько российских государств будет после развала? Напрашивается... Ну вот давайте рассуждать вслух. Татарстан. Раз. Чечня. Два. Ингушетия. Три. Дагестан. Четыре. Якутия. Пять. Ну уже пять назвала. Дальше парад суверенитетов. Дальше, думаю, может и государство быть Удмуртия, и государство Мордовия, и государство Урал, и государство Сибирь, и государство Дальнего Су... Все что угодно. Дмитрий, сколько солдат ВСУ умерло под Бахмутом? Эти данные имеются в Генеральном штабе. Приблизительную цифру я знаю, но у меня нет никакого права называть эти цифры. Это прерогатива военных и Верховного Главнокомандующего. Ермак – агент России. У меня нет данных об этом. У меня нет данных о том, что Ермак является агентом России. Это не значит, что он не агент России, и это совершенно не значит, что он добропорядочный украинец, и патриот Украины, который много делает для Украины. Документы. Если есть документы, есть разговор. Нет документов – одна баба сказала. Ну что мы будем на этом уровне говорить? Дмитрий, прямо ответьте. Вас вербовал ФСБ адвокат Крыжановский. Дальше что-то улетело. Сейчас я попробую. Адвокат Крыжановский. Говорит о вашей вербовке. Меня не вербовал ФСБ, соответственно, и не завербовал ФСБ. Меня вообще никто не завербовал. Меня вербовали только особый отдел в армии, я об этом уже рассказывал, в 87-м году. Это ГРУ. И меня вербовал КГБ СССР в 90-м году. Или в 89-м. Все, больше никаких попыток не было. Никто меня не завербовал. Но адвокат Крыжановский, я такого не знаю, еще один, наверное, больной на голову, который хочет заработать себе просмотры в Ютубе. Они же на Гордоне зарабатывают просмотры. Ну пусть дальше говорит. Я не знаю Крыжановского. Ну я знаю, что таких шизофреников немало. Так. Дмитрий, не смотрю Соловьева, но были договоренности НАТО не расширятся. Дмитрий, весь Петербург уехал еще вчера. Что вы думаете про протесты во Франции за повышение пенсионного возраста? Ничего не думаю. Внутреннее дело Франции. Думаю, что французы мало рожают. А средняя продолжительность жизни во Франции из-за того, что они дышат хорошим воздухом, вкусно и правильно питаются, и у них хорошая система здравоохранения, французы долго живут. Поэтому французскому правительству нечем платить пенсионерам, потому что рождаемость маленькая, повторяю, а живут долго. Нам бы их проблемы. Поэтому во Франции волнения идут. Это нормально, это демократия. Люди чем-то недовольны, выходят на улицу, протестуют. Проблема? Понятно. Решение проблемы? Не знаю, это не моя задача. Это задача французского правительства. Так, что будет с Шарием? Шарием гайка. А может и две. Шари – это чисто кремлевский проект. Это человек, который жил все эти годы и продолжает, наверное, жить на деньги российских спецслужб. И который издевается над Украиной за эти деньги. Ну, насколько я знаю, у наших спецслужб есть все документы о том, как, в частности, через Ротенберга, путинская власть проплачивала Шария, как ему перечисляли через офшоры деньги, как покупали ему машины, дом, как ему покупали. Насколько я знаю, что там не было заплачено налогов с этого и нашли все уже, всех конечных бенефициаров офшоров, откуда Шарием платили деньги. Ну, его за жопу возьмут, там его и брать нечего. Там такая жопа, что так и хочется взять. Я думаю, что его привезут в Украину и его будут судить вместе с другими предателями нашей страны, которые издевались, повторяю, над нашей страной в угоду спецслужбам России. Шари яркий, талантливый, говнопропагандист, яркий, повторяю, талантливый. Я никогда не скажу, что он не яркий, не талантливый. Он отрабатывал кремлевские деньги и отрабатывает, наверное, я его давно не смотрю, у нас же в Украине заблокирован Шари. Вот, талантливо отрабатывал кремлевские деньги. Ну, он враг Украины, он подонок просто. Вот, таких их немало. Там еще Семченко такой есть. Вот они постоянно, я недоумевал, что они все время от меня хотят. Они меня долбили так, критиковали жестко, вот, наверное, с года 17-го или 18-го. То Шари, то Семченко, то Шари, то Семченко. Какие-то вообще упоротые. Что они от меня... Теперь понятно, они существовали на русские деньги. И по заданию русских спецслужб они про меня говорили и писали всякие гадости. Этот Семченко, кстати, который в темных очках, такой пропагандон, он пропал сразу после начала войны и всплыл где? В России. Его сейчас Соловьев активно пропагандирует, у себя рекламирует на своем телеграм-канале. Ну, вот это все российская пятая колонна. Это все российская пятая колонна. Этот Шарий, этот Семченко, этот Пальчевский, еще один негодяй. Чисто российская спецслужбистская гнида такая. Кстати говоря, я же, когда обещаю все, я же делаю. Я про Пальчевского в своем сюжете рассказал отдельно. И я написал письмо председателю службы безопасности Украины Василию Малюку с просьбой проверить Пальчевского на предмет сотрудничества со спецслужбами России и проверить лабораторию Евролаб на предмет разведывательной деятельности. Потому что я глубоко убежден, что там, где сдаются анализы, можно проводить разведывательные действия по отношению к людям, которые представляют интерес для разведок. Мы же знаем, как французская разведка изучила Брежнева. Брежнев пошел, покакал во время визита во Францию. Они кал поймали и по калу все определили. Не случайно Путин возит за собой чемоданчик. Покакал, сложил в чемоданчик. Покакал, сложил в чемоданчик. Так что, кстати, Пальчевский, я попрошу нашего модератора, а можно показать нам письмо, которое я написал председателю СБУ по Пальчевскому? О, спасибо. А можно укрупнить его или нельзя? Ну, если нельзя, не укрупняйте. А если можно, то укрупняйте. Ну, наверное, не укрупните. Короче, вот посмотрите, вот письмо. Вот письмо, поддерживаем его немножко на экране. Нас смотрят 15 тысяч 364 тысячи зрителей. Вот письмо на экране, которое я написал председателю СБУ по поводу этой российской консервы тухлой, плохо пахнущей. Но таких у нас немало. Спасибо, можно снимать. Я думаю, что люди прочитали. Таких у нас немало, этих консерв. Некоторые за границей, как Шарий Семченко находится. Некоторые еще в России убежали. А некоторые продолжают оставаться здесь. Но Пальчевский тоже, насколько я понимаю, убежал сразу же за границу. Периодически он бывает здесь, но большей частью находится, видно, за границей. Так ему привычнее. Там и кураторы где-то рядом. Так, поехали дальше. Ну, тут опять про российского агента Ермака и почему наш ЗЕ его не посадить. У меня нет документов, что, повторяю, я не видел никаких данных о том, что Ермак является российским агентом. Увижу, первый об этом скажу. Ну, не видел. Ну, честно. Максим Галкин, президент РФ, вполне возможно. Почему нет? Владимир Зеленский стал президентом Украины, России. Оговорка какая по Фрейду. Может, еще и станет президентом России, если Россия захочет присоединиться к Украине после победы Украины. Ну, Максим Галкин умнейший человек, талантливый, образованнейший. Поэтому Россия Галкина и Россия Путина – это совершенно две разных страны, две разных России. Так, Дмитрий Ильич, что вы чувствуете, когда украинские журналисты говорят «закобзонили»? Ребята, я дружил с Иосифом Кобзоном, я очень хорошо к нему относился, и он очень хорошо относился ко мне. Он имел политические взгляды, в корне отличные от моих, и это тоже моя боль, и это тоже моя неизбывная печаль. Я спорил с Иосифом Давыдовичем последние годы его жизни, это такие споры были, что мы уже перестали говорить на тему политики. Я думаю, что под воздействием сильнодействующих препаратов, которые он принимал 11 лет тяжелейшим онкологическим заболеванием, я думаю, что это повредило его психику и повредило его способность воспринимать ситуацию. Я думаю, что то, что он говорил, то, что он делал, это ДНР, это так называемый ЛНР, эти все выступления, это был, конечно, ужас. То, что он говорил, я думаю, это говорил не он, а его болезнь. В любом случае, когда говорят за Кобзон или отвечая на ваш вопрос, мне больно, мне больно за позицию его по отношению к Украине, за то, что так говорят, за все. Но я никогда не отказываюсь от теми, с кем дружил. Я могу говорить, что они неправы, что все, что угодно, но я никогда не отказываюсь от дружбы, я на этом стою. А вы еще не купили себе чемоданчик? Нет, как и унитаз. Если кто-то захочет поизучать мое говно, милости прошу. Так, Дмитрий, тебе не лень на украинском письме писать, пустили бы в Россию. Тьфу, на вас. Хочется плюнуть в экран, но не плюну. Что? Передайте соболезнования. Очень мелко. Очень мелко. Не вижу. Так, будем заходити на Ростов, приеднувати, або после развалки, как думаете? Я думаю, что заходити на Ростов не будем. Может, немного зайдем, а если нам нужно будет оточити российские войска на Донбассе, то, может, и зайдем. А почему бы нет? Но потом выйдем, оточитим, обменяем, снищим, потом выйдем. Я, кстати, не шучу, когда я так говорю. Я не шучу. Почему Мураев молчит? Не знаю. Не знаю. Это очень смешно. Кстати, мы успели выпустить четыре программы. Четыре выпуска ток-шоу «Гордон». Перед самой войной четыре всего выпуска. Это было первое и единственное в Ютубе политическое ток-шоу. Миллионные просмотры. Шикарно. Шикарно у нас все было. И британская разведка заявила о том, что Мураев должен стать гауляйтером Украины в случае захода русских на территорию Украины. Конечно, мы тут же пригласили Мураева и задали ему этот вопрос. И я его напрямую спросил. Вы являетесь агентом России? Вот это была последняя моя встреча с Мураевым. Больше я его не видел, не слышал. Дмитрий, что делать с знанчанами, которые поддерживают ЛДНР после победы Украины? Вы знаете, я против репрессий. Я за честные суды. Я считаю, что дончане, которые активно поддерживали ЛДНР, должны уехать туда, где любимый ими русский мир. То есть в Россию. Я вообще считаю, что никто не запрещает никому что-либо любить. В этом суть демократии. То есть, условно говоря, никто в Украине не может запрещать кому-то любить республику ЧАД или Российскую Федерацию. Любите, пожалуйста. Но призывать сюда войска России для того, чтобы территория Украины стала территорией России. Вот это преступление. И за это преступление надо отвечать всем, кто призывал сюда Россию. Кто радовался оккупации. Кто издевался над украинскими патриотами. Поэтому, если не хотите отвечать, убегайте в Россию быстрее. У вас паспорта российские есть? Убегайте. Очищайте нашу территорию. Так. Как относитесь к блогеру Варламову? Он талантливый человек. Безусловно. Отношусь к нему с большим подозрением. Насколько я знаю, он плотно сотрудничал с российским государством. Не знаю, как сейчас. Он подозрительный типаж. Но талантливый. Так. Интервью с Марком Солонин. Применяем в Единбург. Ну, Марк Солонин всегда интересен. Я вам скажу честно. Он интереснейший человек. Я имею счастье знать его лично. Мы с ним делали несколько интервью. Он даже был у меня как-то на дне рождения. Глубочайший, информированнейший и просто глобальнейший человек. Марк Солонин. Советую вам и книги его. Он провел прекрасное исследование истории Второй мировой войны. Истории сговора Сталина с Гитлером. Это просто очень интересно. Да, Дмитрий, когда сделаете интервью с автором канала «Обманутый россиянин»? Ой, я очень люблю автора канала «Обманутый россиянин». Мы с ним договорились. Мы даем у нас на каналах выпуски «Обманутого россиянина». И мы предложили ему интервью, но он принципиально вообще избегает интервью. Вы не найдете с ним ни одного выпуска. Ну, он хочет оставаться загадочным, наверное, человеком. Типа, не надо вам знать, кто я и что я. Вот смотрите то, что я делаю. Я это уважаю. Это нормально. Когда на Крым. В назначенный срок. В назначенный срок. Скажите, что будет с Дагестаном дальше, что его ждет. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, Дагестан будет отдельным государством. Он будет строить свою жизнь так, как сам этого захочет. В всяком случае, дагестанцы, прекрасный народ. И там много народов составляет Дагестан. И я искренне желаю счастья всем дагестанцам. Кроме тех, которые пришли в Украину и издевались над украинцами. Вот этим счастья не желаю.